карма оживает, когда оно соприкасается с Бхакти. Без этого это просто бессмысленная деятельность. Гьяна оживает, когда соприкасается с Бхакти. В противном случае это остается просто сухой, сухой философией. Но Мурари Гупта, он ставил их на равный уровень. И Мурари Гупта used to walk funny. He used to walk with a limp. He would walk funny. И вот иногда, и Мурари Гупта, он обычно вот так вот в развалочку ходил. И вот в один прекрасный день он шел со своими, несколькими своих учеников, и он говорил. И маленькому Нимайу было около пяти лет. И маленький Нимай начал идти перед Мурари Гуптой и имитировать его походку. Знаете, дети, они иногда так вот, они насмехаются над взрослыми. Потому что такие взрослые люди, они полностью бесполезны. Он подражал имитировать насмехаться над походкой Мурари Гуптой и также подражал его речи. И как только Мурари Гупта пытался что-то сказать, Мурари Гупта передразнил. И смеялся над его речью. Мурари это начал не нравиться. Почему бы тебе не пойти домой и играть? Ты же не должен беспокоить старших. А Нимай сказал, я тебя проучу. И ушел. И в этот день Мурари был дома. И ел свой вечерний просад. Жена приготовила ему замечательный просад. Он ел рис. Замечательный рис. И маленький Нимай подошел туда. Мурари не видел, как он подходит. И Нимай, он зашел за Мурари. И начал писать прямо ему в рис. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Это просто скрепление. Нимай! Ты сейчас не так же заходи далеко. Нимай сказал, бхакти чистого. Ты перемешиваешь туда карму к гьяну. И все смешиваешь. Рис хороший. Но когда ты смешиваешь его с мочой, это не такая хорошая вещь. Это был его урок. И убежал. Это был Нимай. Он постоянно какие-то прозелки устраивал. А когда Господь Кришна устраивал, он проказничал, он воровал масло. И он щипал других детей, заставлял их плакать. Но Господь Читания, он превзошел даже Господа Кришну. Когда брахманы приходили на берег Ганги и в воде читали там Гайатри, они входили по пояс в воду и читали в ней Гайатри. И Нимай нырял, спывал прямо перед ними и прыскал водой прямо в лесу. Они начинают гневаться на него. И иногда они читали Гайатри, он хватал их за ноги и так подныривал по воду. Он творил разные прозелки. И вы знаете, что в Индии они разделяют места для омовения с одной стороны женщины, с другой мужчины. Отдельные места. И когда они ходили в воду, купались там, совершали омовение, он менял их одежды. И женщины ходили на сушу, и там была только мужская одежда, а мужчины видели только женскую одежду. Он над ними смеялся. Они не могли понять, кто все это устраивает. Но через какое-то время узнали. И говорили, Нимай — это такой проказник. И затем маленькие девочки поклонялись Господу Шиве. Потому что традиция такая, что если вы хотите, чтобы у вас был хороший муж, вам надо поклоняться Господу Шиве. Потому что Господ Шива может дать хороших мужей хорошим женам. И вот они делали маленькое божество у Господа Шивы или Шива-лингам, и они проводили пуджу, предлагали ему цветы. И маленький Нимай приходил сюда, и он взял Шива-линга, и он сидел на алтаре, и поставил Шива-линга на его лапе, и сказал, И туда приходил Нимай, маленький Нимай, он забирался на алтарь, снимался с алтаря Шива-лингам, ставил его себе на колени и говорил, Шива — это мой стуга, поэтому поклоняйтесь мне. Они говорили, Нимай, Нимай, ты такой оскорбитель. И он говорил, если вы не будете поклоняться меня, я вас прокляну. И у вас будет муж очень такой уродливый, старый, и у него будет еще семь других жен, кроме вас. И они думали, может быть, он и прав. И они начинали нервничать. И он говорил, ну, если вы будете мне поклоняться, у вас будет очень разумный муж, и у вас будет много сыновей. Они так задумывали, чесали затылки, у него какая-то сила, какая-то сила у него есть. И иногда приходили девушки, у которых были длинные волосы. Есть такие семена, как репейник, скорее всего. То есть, репейник, он такой, он ко всему прилипает. Нимай брал и бросал этот репейник прямо в волосы. Представьте себе, все волосы у вас в репейнике. Нимай это делал. И затем убегал оттуда и смеялся. Он был таким проказником. И брамманы, они собрались вместе и решили, что мы пойдем к Джаганатке Мишри и пожалуемся, потому что Нимай причиняет слишком много проблем. И вот они приходили к Джаганатке Мишри и говорили, что ваш маленький Нимай, он делает, и все объясняли, чем он занимался. И Джаганатка Мишри начинал гневаться. Он брал большую палку и говорил, как только он придет домой, я его накажу. И друзья Нимай, они говорили ему, что, знаешь, а там брамманы пожаловались, если ты придешь домой, то отец себя накажет. И вот Нимай, что он делал, он брал такую, одевал на себя одежду, посыпал себя пылью, у него все руки были полны чернильными пятнами, и он возвращался домой. И отец видел его и начинал гневаться. И Нимай говорил, что, папа, ну я же только пришел со школы, у меня сухая одежда, и у меня весь покрыт чернилами. Они просто меня, как это сказать, ну, да, оговаривают, спасибо. И отец не знал, кому верить, поэтому он его не наказывал. Он Нимай был таким проказником. Однажды он подошел к маме и сказал, мама, дай мне луну. И она дал ему зеркало, в этом отражении зеркала он увидел там луну. И он был счастлив. Однажды он попросил, дай мне сладости. И она сказала, ну, сладостей у меня нету, надо пойти взять от кого-то. А он сказал, я хочу сладости прямо сейчас. Но мама сказала, ну Нимай, мне надо их принести тебе. Он сказал, нет, сейчас. И он бежал в дом, взял палку, начал все там ломать, разбивать. Гиги разбросал по полу, цветы, палки, просто все бил, там, окна выбивал, все, что можно было, крашивая. И когда все это он разбивал, он лег на пол и заснул. И когда проснулся, увидел маму и сказал, мама, я хочу есть. И мама сказала, ну, ты же все поломал тут в доме, ничего есть. И он сказал, ну, я сейчас вернусь. И уходил. Возвращался и приносил две толы золота. Давал своей маме, говорю, что вот купи на это что-нибудь поесть. Она думала, откуда он взял золото? Ему очень нравилась школа. Большинство детей не нравится школа. Кому из вас нравилась школа, когда вы ходили в Мию? Но мне не нравилась школа. Именно поэтому я стал кришнеитом. Школа просто бесполезна. Это место, где можно было просто как-то позабавиться. Но Нимай очень нравилась школа. Но его старшему брату тоже нравилась школа. И его старший брат стал большим ученым. И ушел из дома. Пригнал Саньясу и уже никогда не возвращался. И родители Нимай подумали, что если Нимай будет ходить в школу, он станет таким же, как брат. Его старший брат и уйдет из дома. И это невозможно терпеть. И поэтому они не пустили его в школу. Другие соседы говорили, что мы не можем заставить своих детей пойти в школу. А твой ребенок хочет пойти в школу, а ты ему не даешь. И теперь он был в школе. И начал там опять проказничать. Как в Индии есть такое место, куда вы, как такой, ну, как туалет, да, вы заходите туда и вы там делаете свои дела. И обычно там есть замок снаружи и внутри. И когда люди заходили туда внутрь, он их снаружи замыкал. И убегал. Вот такой личность, к нему поклоняемся. И это Бог. И часто он ходил на фукурузные плантации. Со своими друзьями. И вот они играли, то есть они брали такую ткань, они покрывали. Двое из них они становились на колене. Один из них, он играл роль быка. То есть они втроем, они играли роль быка. И они начинали там этот весь корн срывать. И фермеры они находили, они обнаружили это, начинали за ними гоняться. Они убегали. Он был просто воплощением проказа. И почему он так себя вел? Он учил, что в этом материальном мире все просто бесполезно. Что весь материальный мир это полностью бесполезное место. И он здесь только и делал, что проказничал. Но когда он вырос, он поменялся. И тогда он стал великим ученым. Стал немаем пандитом. Лучшим ученым в Северном Навадуи. Он был экспертом в логике и грамматике. И также знал все шастры. Он мог спорить с любым человеком и каждого из них побеждать. Там было несколько преданных. Шри Васта Кур. Шри Васта Кур. Мукунда. И Хри Васта Кур. Хри Васта Кур. И еще несколько других. И Мукунда он подходил один к ним. И маленький немай пандит, он шел со своими учениками. И Нимай говорил, о, вот это предназначение. Он подходил к Мукунде. Мукунда, у меня для тебя есть вопросы. Тебе вопросы. И Мукунда говорит, хорошо, в чем вопрос? Дай мне определение освобождения. Мукунда would say, well, liberation means freedom from all material suffering. И Мукунда говорит, освобождение значит свободу от всех материальных страданий. И Нимай пандит говорит, хорошо, иди домой, читай свои книги и возвращайся завтра. Я тебе еще раз задам этот вопрос. Он никогда не согласился с пандем. Всегда бросал им вызов. Он задавал им вопросы. И он говорил, попробуйте опровергнуть этот аргумент. И они не могли ничего с этим поделать. Тогда он сам опровергал свой аргумент. И делал другое утверждение. И говорил, а вот это утверждение можете опровергнуть? И тогда что делал Нимай, когда они не могли ничего с этим поделать? Он сам себя опровергал и доказывал предыдущее утверждение, которое только что опровергло. Он был очень разумным, но очень надменным. И преданные говорили, Нимай, ты такой надменный. И он говорил преданным. В один прекрасный день я стану преданным. И уходил. Он всех побеждал. Потому что он хотел показать, почему же он вообще побеждал столько многих людей. В чем была его цель остановиться таким надменным пандитом? Почему он это делал? Он хотел подчеркнуть один момент. Потому что пока человек не станет преданным, все остальное бесполезно. И затем он сам стал преданным. Он всегда был преданным, на самом деле. Но сейчас он открыто показался, что он преданным. Потому что в те времена в Навадвипе, если вы были эксперты в аргументах и в дебете, вы считали великой личностью. Потому что Навадвипа была центром всей философской мысли. И величайшие умы всего мира приходили в Навадвипу, чтобы там учиться. И многие из них были великими бандитами. У них было много последователей. У них было богатство. Потому что когда они кого-то побеждали, то вместе с этим они получили богатство этого человека. И Нимай стал величайшим среди всех учеников. И он отбросил все это. В этом было его послание. Что хотя человек может стать великим чайшим среди всех ученых, но если он не становится преданным, то это все бесполезно. Потому что люди могут считать, что если у них очень много знаний, то это хорошие заслуги. Но не будучи преданным, человек не обладает настоящим знанием. Он хотел показать нам этот момент, что он сам достиг совершенства в том, что все вы считали имеющим какую-то ценность. Но я потом все это оставил, чтобы показать вам, что это все бесполезно. Хотя он играл много разных ролей, но он всегда учил нас чему-то философски очень глубокому. Как, например, когда он разбивался в доме. Чария объясняет, почему он это сделал, чтобы показать, что в материальном мире все бесполезно. Потому что мы не имеем никакого отношения, ничего общего с этим материальным миром. Мы не от мира всего. Мы здесь просто гости. Мы здесь на каникулах из духовного мира. И не в ту сторону, не туда повернули, на дороге. И вот мы оказались здесь. И с абсолютной точки зрения, а это настоящая платформа, в этом мире нет ничего, вообще ничего, что имеет какую-то ценность. Прабхупад был ходом в Мексико-ситте, Мексико, один день. Однажды еще Прабхупада, он один, он прогуливался в городе Мексико. И с ним были его предные. И там была такая большая гора, гора мусора, куда все мусор выбрасывают. И там была такая надпись на испанском языке. И Прабхупада спросил одного из предных, а что там написано? И там написано, выбросьте свой мусор сюда. И Прабхупада сказал, да, сюда мы должны выбросить весь материальный мир. Вам нравится этот лекция? Нет. Это именно этому, именно этому научить нас пришел Господь Четанья. Он приглашает нас обратно в духовный мир. Через процесс Харинам и Санкертана. И через какое-то время Господь Четанья принял Саньясу. Зачем Он принял Саньясу? Потому что Он хотел затронуть, как бы, зацепить тех людей, которые не слушали бы философию пока от того, кто не является Саньясой. Господь Нитянанда, Он не был женатым. Но Господь Четанья сказал Ему, женись. И так ты сможешь проповедовать грехаскам. Потому что, если ты сам находишься в этом ашраме, то у тебя есть, что сказать другим. Как, например, я Саньяси. А некоторые из вас грехаски. И вы можете думать, этот Саньяси ничего не знает о семейной жизни. Частично это правда. Но когда кто-то проповедует, находясь в том же самом положении, в котором вы находитесь, то вам надо к нему присутствовать. Господь Четанья на самом деле принял Саньясу для того, чтобы обратить Майаваду Саньяси во преданных. И не только это, Он принял Саньясу в Майаваде Санпрадая, в Санпрадай Бхарати. Потому что в то время Майавада Саньяси была популярна. Ваишнавская Санпрадая была не такой популярной. И вот, чтобы получить почет и увознение, Он стал преданным в линии Майаваде. И когда Господь Четанья отправился в Варанаси, Он обратил Пракашананду Сарасвати и всех его 60 тысяч Саньяси-последователей. Это была одна из причин, по которым принял Саньясу. Господь Четанья был в доме Шри Ваас Пандита. И каждый вечер они проводили киртаны. Это были особые киртаны. Не каждый мог туда прийти. Только близкие спутники Господь Четанья. Только те, кто были очень возвышенными личностями. И это начиналось около 7 часов вечера каждую вечернюю. И не пускали никого, кроме тех, кого пригласил сам Господь Четанья. И в один прекрасный день, теща Шри Ваас Пандита захотела увидеть, что там происходит в этой киртане. И она спряталась за одним большим горшком для воды. И начался киртан. Макунда обычно пел. И Господь Четанья обычно танцевал. И представьте себе, танцевал Господь Четанья. Он начал танцевать. И через несколько минут остановился. И он сказал, Шри Ваас, что-то не так. Я не испытываю моего обычного экстаза. А здесь есть кто-то, кто не должен здесь находиться? Шри Ваас ответил, Мой Господь, только Вы преданные. И опять они начали киртан. И опять Господь Четанья остановился. Он сказал, Шри Ваас, я уверен, здесь кто-то есть, кто здесь не должен быть. И Шри Ваас начал присматриваться и увидел свою тещу, которая там пряталась. И он выпроводил ее из дома. Ничего плохого не имел к своей теще. Но она не была чиста. И это было только для чистых предантов. И вот в другой день был такой мальчик-браман. Он был очень скептичен. Он услышал о игре Господочитания, о его киртанах. И он сказал, Шри Ваас, а можно я посмотрю танец Господочитания? И Шри Ваас сказал, ну туда пускают только определенных преданных. Я не знаю, можно тебе туда или нет. Но этот браман был очень строгим. Он пил только молоко. Это все, что он ел в своей жизни. И Шри Ваас сказал, ну похоже ты хороший браман. Ты можешь там спрятаться. И спрятался. Начался киртан. Господь Четания опять остановился. Он сказал, Шри Ваас, здесь есть кто-то, кто не должен здесь быть. И Шри Ваас ответил, что Господь, здесь только твой предный. Но только кто спросил, здесь есть один мальчик-браман. Один браман, да-да-да, он очень аскетичен, он пьет только молоко. И Господь Четания сказал, выброси его отсюда. Мальчик вышел, упал в стопы Господа Четания, предложил ему свои дандаваты. И встал. Господь Четания сказал, ты кем себя вызовнил? Что считаешь, ты можешь обрислили Кришну просто за счет того, что пить только молоко? И этот мальчик повернулся и начал уходить. Но он думал, я увидел танец Господа. Он настолько добр. Он был счастлив, он не испытывал такого, как он чувствовал себя плохо, потому что его чесали, как нас иногда отчитывают. Это хорошо, правда? Потому что это помогает нам стать лучше в сознании Кришны. И если это не помогает вам стать лучше, по крайней мере, это делает вас смиренней. И становиться смиренней, значит, становиться лучше, правда? Итак, Господь Четания, будучи вечной сверхдушой, пребывающей в сердце каждого живого существа, понял, что было в уме этого мальчика и позвал его. Он сказал, перестань свою привычку пить только молоко. А брось ее и станет преданным Кришне. И теперь ты можешь приходить. И этот мальчик, он стал, на самом деле, одним из спутников Господа Четания. Другой день в доме Шриваса проходил Киртан. И один из младших сыновей Шриваса был очень больным. Он жил в другой комнате дома. И все женщины в доме, они заботились об этом мальчике, который был очень больным. И в один момент мальчик умер. И все женщины начали плакать. И Шриваса подошел и начал говорить, почему вы плачете? Ваш сын умер. Он сказал, да, хорошо, хорошо, но вы плачете потише, потому что вы беспокоите Киртан, Господа. Он не хотел как-то беспокоить танец Господа Четания. И через семь с половиной часов Господь Четания остановил Киртан. Он сказал, Шривас, здесь произошло какое-то несчастье. Как? И Шривас ответил, как здесь может произойти какое-то несчастье? Где бы то ни было, не может быть никаких несчастья. Но, так как ты спросил, у меня умер сын. Да, когда? Семь с половиной часов назад. Почему ты мне не сказал? Я не хотел беспокоить Киртан. Пойдем посмотрим на мальчика. Пришли в его комнату. Мальчик лежит на кровати. Женщины до сих пор плачут. Значит, Киртан подошел к мальчику, положил руку на его грудь. И сказал, ты сын Шриваса. Куда ты ушел? И мальчик сел, он вернулся к жизни. Все были удивлены. И мальчик начал говорить. Он сказал, я твой вечный стуга. И по твоей воле время нахождения в этом теле закончилось. И по твоей воле я отправляюсь в свое следующее место назначения. И мальчик умер, лег на кровати и опять умер. Все были поражены. Видя то, что мальчик, он рассказывает совершенно... Господь Шриваса был настолько благодарен. Он сказал, Шривас, как я могу тебе оплатить за это? Как я могу вообще оставить твое общение? Ты настолько дорог мне. И Господь Таня взял этого мальчика, и они совершили погребальные обряды прямо на берегу Ганги. Просто показать свою любовь к вам преданным. И преданные, они думали, Господь Шриваса сказал, что как я могу оставить общение с тобой, еще важно. И они думали, что он именует. Никто не мог понять этого. Через какое-то время Господь Шриваса прогулялся по берегу Ганги. Да, и там был один браумин, который там сидел. Он сказал, не мой пандит. Я хотел прийти на твой киртан. Но я браумин. И меня не пустили. Кем ты себя возомнил, не пускай от меня? Я браумин. Я тебя сейчас проклинул. И он достал свой брауминский шнур и начал проклинать. И он сказал, я проклинаю тебя, ты больше никогда не сможешь наслаждаться материальным счастьем. Господь Шриваса сказал, спасибо. Очень хорошее проклятие. Что я сказал? Что я сказал? Господь Шриваса сказал, забудь о том, что ты сказал. Забудь, забудь. Господь Шриваса сказал, нет. Кришна через тебя сказала. И он ушел от этого браумина. Тем самым, вначале Господь Шриваса намекнул, как я могу оставить общение со Шривасом. И второе, он сказал, что его проклинает брауминский шнур, чтобы тот не мог наслаждаться. Это была подготовка к тому, чтобы принять саньясу. Этот акт, событие, которое разбилось со всем. Господь Шриваса только женился. Он женился на своей второй жене Вишнуприи. Она была целомудренная молодая девушка, и была всего 16 лет. Она была очень верной и целомудренной женой. Очень опытным поваром. Замечательно служила Своему мужу. Служила всем гостям, которые приходили в дом. И он оставил ее общение. Его мать. Она была подобна матери всей вселенной. Мать Шачи Мата. Все смотрели на ее, как на свою мать. Она была настолько добрая и любящая. Очень привязана к своему сыну. И Господь Чайтанья оставил ее общение. И, конечно же, ее преданные. Преданные они. И совершали мовиния на берегу реки. И дошли с тухи, что Господь Чайтанья примет саньясу. Оправился в Ганг Кайу. И встретился с Кешева Барати, и там получился саньясу. Адвай Тачарья позвал всех преданных. Он сказал, это невозможно терпеть. Я сейчас бросаюсь в Гангу и совершаю самоубийство. И даже если все будут пытаться меня остановить, все равно я это сделаю. И преданные они сказали, мы тебя не будем остановить, мы вместе с тобой туда бросимся. Они пошли в Ганг и уже готовы были утопиться. Услышали голос. Будьте терпенелы. Нимай вернется. Он вернется. И они перестали думать. И Господь Чайтанья, после того, как он принял саньясу, он вернулся, пришел к дому Адвай Тачарья. Там были преданы, все с ним встретились. И туда пришла шачемата. И Господь Чайтанья думал, что сейчас я принял саньясу, я пойду в Адвай Тачарья. И буду поклоняться Кришне в Адвай Тачарья. Но преданы не могли оставить его общество. И вот они устроили, устраивали Киртан, там принимали Прасад и Кришна-катху в течение целого месяца. И там была мать Господь Чайтанья, Шачимата, это был последний раз, когда в жизни она видела саньясу. Ее сердце было полностью разбито. И она сказала, могу ли я приготовить? И все преданы позволили приготовиться. И вот она готовила каждый день для всех преданов, включая своего сына. И приближалось время, когда надо было уходить к Господу. И она попросила. Мой дорогой Господь, если ты пойдешь в Вриндаван, я никогда тебя не увижу. И если я не увижу тебя снова и умру, поэтому не иди в Вриндаван. Джаганат Капури и Навадвип — это две комнаты в том же самом доме. Оставайся в Джаганат Капури. По крайней мере, мы сможем приехать, приезжать, приведите к Господу. И чтобы доставить удовольствие своей матери, Господь Чайтанья решил пойти в Джаганат Капури. И мы знаем, он оставался там 18 лет. Просто ради того, чтобы доставить удовольствие своей матери, Шачимата. Но его жена, Вишнуприя, потому что он принял Саньясу, она не могла увидеть его. Она решила, что больше никогда не войдет в дом. И она начала поститься. И ее поиск было, что она плачет один ряда джапа. И каждый раз, когда она плачет один ряда джапа, она плачет один ряда джапа и поставит его на стороне. И в конце дня, вечером, она брала вот этот весь рис, который у нее накопился, и она готовила его. Это была вся ее еда. И вот так она делала до конца жизни. Когда она по читанию шел, ей было 16 лет. И она прожила до 93 лет. Никогда не выходила из дома, она просто повторяла джапу и думала о своем господу читании, которому она поклонилась. И на какие трудности послал Господь своих преданных. Когда вы кого-то любите, вы не можете быть с ним. Не правда ли это величайшая боль? Он учил любви в разнуке. Но он знал, насколько страдает его жена. И у нее был один преданных, который звали Вамсидхара. Он сделал божество самого себя. Вамсидхара, он извоял это прекрасное божество Господа читания. И Господь сказал, да, это Вишнуприя, чтобы она поклонялась. И вы все видели это божество, правда? Вы были в Навадвипе? Поднимите руки, кто там был? Кто был в Коладвипе? Там есть такое вот это одно божество, Дхамешуа. Вот у нее так руки, ладонями вверх. Это то же самое божество, которое поклонялось Вишнуприя. Прекрасное божество. Ачария говорит, что когда у Господа читания руки вверх, он танцует, когда вот так, он танцует в экстазе. А когда вот так, он проливает полную милость. Это очень прекрасное божество. Мы всегда во время Навадвипа, Мандала, Парикрама и мы всегда приходим в этот храм. И обычно там самые лучшие киртаны. Поэтому в следующем году идите на Навадвипа, Мандала, Парикрама. Поэтому в следующем году идите на Навадвипа, Мандала, Парикрама. И приходите в этот храм, и они каждый год на Парикраму вводят этот храм. Там обычно очень экстатичные киртаны. Этот киртан, который у нас был сегодня вечером, это ничто по сравнению с тем, просто какой-то облик с тех киртанов. Нам нужны такие экстатичные киртаны. Господи и Штане нравились киртаны. Если вы хотите доставить удовольствие Господу и Штане, просто проводите киртаны, и все. Будьте киртаны, это доставит удовольствие Господу и Штане. Потому что Господь и Штане пришел научить этому прославлению Господа. Замечательные баджаны, прославляющие Господа, и такие долгие киртаны. Как говорится, что в киртане нету майя. Где киртан, майя не может проникнуть. Прабхады говорили, что есть такой целый класс киртани в Индии. У них есть особый способ танца. Они вот так вот руки ставят, смотрят на землю, и вот так танцуют. Почему? Они говорят, материальная энергия, только попробуй меня коснуться. Не сможешь. Они танцуют с таким победным видом. Киртан настолько могущественен. Это дар Господь считает всему миру. И у вас здесь есть горнитай. Но у вас два горнитая. И давайте двоем экстаз. Поэтому у вас все уже готово. Все есть. Все устроено. Киртан, он привнесет жизнь во все остальное. Если вы в киртане, вы не поете, не танцуете. Это не хорошо. Все должны петь и танцевать вместе. Даже если вы не можете танцевать, вы можете танцевать немного. И вы можете делать так много. Но если вы думаете, что это киртан? Если вы хотите, по крайней мере, вы можете как-то танцевать, что-то петь можете. Ну, руки вверх поднять. Но если вы вот так вот стоите, это что за киртан такой вообще? Сейчас всех. Но это не так. Так не надо. Гопи и Кришна во время танца Расы не танец Господа Шеттани со своими спутниками. А чарьи говорят, никакой разницы. Никакой. Если вы можете понять, то вы можете понять, в чем могущество киртана. Киртан изменит весь мир. И слишком много людей знает философию. Мы распространяем книги, мы даем философические разговоры. И даем философские лекции. Это хорошо. Но большинство людей забудут. Но киртан это опыт, переживание. И затем прасад. Ух ты. И Прабхата говорит, что наша формула состоит из двух частей. Киртан и прасад. В 1977, к концу его остального. Он говорил, что не слишком много людей могут понимать философию. Но киртан, прасад, everywhere. В 1977 году, это последний год, когда он находился на земле, он говорил, что не слишком много людей поймут философию, но Киртан и прасад можно повсюду давать. Вот такова наша формула. И это экстаз. Пока мы полны энтузиазма. Как в нашем движении был один преданным. Он был знаменитым киртаниер. Я уверен, что вы все в нем слышали. Это был Вишну Джана Махараш. И он каждый день пел киртана на улице 12 часов. И всегда был полный энтузиазм. Один преданный спросил, «Махараш, вы такой энтузиастичный всегда». В чем ваш секрет? И он сказал, что даже если я не чувствую энтузиазма, я становлюсь энтузиастичным. Потому что как только вы становитесь энтузиастичным, вы чувствуете энтузиазм. Как однажды мы говорим, что «Притворяйся, и ты станешь тем, кем ты притворяешься». Другими словами, действуй так, как тот, кем ты хочешь стать, и ты станешь тем, кем ты хочешь стать. Это сознание Кришны. И Господь Шейтани основался в доме Адвэта-чаря в течение месяца. И затем начал готовиться к уходу. Никто не хотел отпускать. Адвэта-чаря пошел за ним. И Господь Шейтани спросил, «Ты куда идешь?» «Ты не можешь уйти от меня, Господь. Но я должен уйти». И Адвэта-чаря спросил, «Господь, оставайся еще на 7-8 дней». И чтобы доставить удовольствие к своим предам, Господь вернулся. И вот еще на неделю он остался, и в течение дня они говорили о Кришне, а все ночи вот они пели киртаны. И Прабхупада в одном из комментариев к этой игре он говорит, что мы немедленно должны внедрить это, ввести это во всех наших центрах сознания Кришны. «Каждый вечер мы должны пить киртан в 3 часа». Вот так прямо пишет в комментарии. Читай-чаря-дамит. Это была Прабхупада. Он знал, что, в том числе и больше, мы рассматривали так много людей. И мы распространяли прекрасные прасады. Это была формула Прабхупада. Он знал, что, делая так, мы привлечем очень много людей. И затем надо распространять замечательные прасады. И, конечно, затем мы распространяем книги, и люди начинают больше понимать, чем они занимаются. И постепенно через киртан и прасад люди получают философию. Господь Чайтани был в Джаганат-Пури. Он встретил одного очень великого ученого. Он тоже был преданным. Его звали Валаба Ачари. Валаба Ачари был замечательный преданным. Он был грихастой. Он встретился с Господом Чайтани. Он был очень впечатлен с Господом Чайтани. Не знал хотя, кто он. Но он сказал, что это замечательный брамин. Но он сказал, что это замечательный брамин. Господь Чайтани тоже привлекся в Валаба Ачари. Валаба Ачари сказал, пожалуйста, приходи ко мне домой на прасад. Господь согласился. Там был Рупа Госвами, Господь Чайтани и Валаба Ачари. Он взял на лодке, поплыл через Гангу, чтобы приплыть ее и прийти в место, где жил Валаба Ачари. Но когда Господь увидел реку Емуну, на самом деле, Он увидел Гангу, потому что это Емуна. Это напомнило темный цвет, синий цвет напомнил ему Акришни. Он бросился из лодки прямо в воду в экстазию. Валаба Ачари был удивлен. Этот брамин проявляет столько много признаков экстаза. Они вытащили Господь Чайтани из воды обратно в лодку. И Господь Чайтани начал танцевать прямо в лодке, и вода начала перехлестывать через буты из лодки. И все начали нервничать. И Господь Чайтани понял это и остановился. И когда они пришли в дом Валаба, вся семья и жена его, они поприветствовали Господа Чайтани. Они приняли Его хорошо. Они покормили Господа, и когда Он поел, они начали массировать Ему с его стопы, и Он заснул. И затем Господь засыпал, сказал, что, ну, сейчас Вы можете принять Прасад, они приняли Прасад. И потом обратно они перевезли Господа Чайтани обратно через реку. Валаба Ачари был великим ученым. Но у него была одна проблема. Он знал, что Он великий. Он был горд. У него было очень много знаний. Он был очень умел в том, чтобы рассказывать свои знания. Но Он был очень горд. И Господь Чайтания-то знал. Но все равно Ему он нравился. Но в один день, you know, Господь Чайтания понял Его гордость. И Он отверг Его. Валаба Ачари хотел прийти и говорить, что такое Господь Чайтания. Он сказал Господу, Ты повторяешь имена Кришны. И мы знаем, что Святое Имя, оно достойно прославления. Но мы же живем на Кришне. И жена никогда не должна вслух повторять имя своего мужа. Это ведическая культура. Жена всегда обращается к мужу Прабху. Никогда не обращается по имени. И Господь Чайтания-то, что сказал, это правда. Но мы последователи, мы жены Господа Кришны. И когда Кришна говорит, что надо повторять Мое имя, то мы тем самым очень добросовестно следуем приказам, восставлением своего мужа. И в Ачари ушел. И опять вернулся. И Он сказал, что я составил книгу, в которой описывается много имен Кришны. Могу я тебе ее прочитать? И Господь Чайтания сказал, что я не слишком много знаю, знаю только, что Кришна есть два имени. Ишама Сундра и Ясоматинандана. Это все, что я знаю. Он не хотел услышать ничего от Валабхачария. И вот Валабхачария не мог кого-то убедить его послушать. Он попытался устроить так, чтобы преданное воспрочитание послушали его. Они тоже его не слушали. Потому что его отверг воспрочитание. И он не знал, что делать. Он чувствовал себя очень хорошо. У него столько много знаний, и никто его не слушает. В конце концов, он нашел Данг Харпандир. Данг Харпандир был очень бежневым. Очень простым. И очень смиренным. Он был человек, который, когда вы его видите, ваш сердце просто мельчает. Так сладкий, смиренный. Так прекрасный. И Валабхачария пришел в то место, где жил Гададхара Пандит. Он сказал, а могу я почитать тебе свои комментарии на Шримад Бхагаватам? И пока Гададхара Пандит не успел сказать нет, он начал ему читать. И продолжал, продолжал, продолжал. И Гададхара Пандит, так как он был очень кротким и смиренным, он не хотел гневать этого великого ученого, и он просто терпел то, что происходило. Начал молиться Кришне в сердце. Молился Господа Чейтани. Говорил, мой господь, я не хочу слушать этого ученого, но он заставляет меня. И я не хочу оскорбить его, потому что это великий человек. Пожалуйста, прости меня. Конечно, Господь Чейтани понял его сердце, но преданные не поняли. И Гададхара Пандит боялся, что преданным начнут его критиковать. Но он слушал. Дальше он пришел к Господу Чейтани, чтобы поговорить над темой Шримад Бхагаватам. И затем Балла Пачаре опять пришел к Господу Чейтани, чтобы поговорить над темой Шримад Бхагаватам. Он сказал, Шридхара Свами, это великий комментатор Шримад Бхагаватам, но многие из комментариев, они противоречивы. Я написал лучший комментарий, чем Шридхара Свами. И тогда Господь Чейтани сказал, что Шридхара Свами, это великий и всем признанный комментатор, авторитет в Шримад Бхагаватам. Если ты не принимаешь Свами, ты становишься проституткой. Потому что другое имя для Свами, это муж. И если жена не принимает мужа, она становится проституткой. Поэтому он назвал его проституткой. И больше не хотел его слушать. И вот Бхагаватам Чейтани все больше и больше отчаивался. И он в уме думал, что Господь Чейтани постоянно меня отвергает. И он подумал, что, скорее всего, я загордился Своим знанием. И благодаря этой гордости, он пытается меня сделать свередным. Я знаю, что это верит в Верховный Господь. И он пытается очистить меня от моей ложной гордости. И затем он вернулся и начал просить прощения у Господа Чейтани. Он не упал к нему в стопы. Попросил прощения. И Господь сказал, да, конечно, я тебя прощаю, только отбрось свою гордость. И теперь сейчас тебе нужно получить посвящение. И Господь сказал, я хочу, чтобы ты получил посвящение у Годдадхара Пандитта. Годдадхара Пандитт сказал, я учеников не принимаю. Но Валабачарья был очень привлечен к Годдадхара Пандитту. И говорит, что он на самом деле принял Годдадхара Пандитта как своего духовного учителя. И мы знаем, что Валабачарья стал основателем Валапы Сампрадая, который проповедит Пусти Марк, это поклонение маленькому Кришне, Бала Кришне. И это Сампрадать до сих пор существует. И Господу Чайтанья не нравилось гордостью. Гордость разрушает все хорошие качества. Человек начинает гордиться. Есть разные способы того, как можно гордиться. Если у вас много знаний, вы можете гордиться. Если вы красивые, тоже можно загородиться. Если вы родились в хорошей семье, у вас много богатства, тоже можно гордиться. Но преды знает, что все эти вещи — это просто подарки, дары, которые нужно использовать в служении Господу. И тогда, если вы задействуете их в служении Господу, то из тех вещей, которые уводят вас от Кришны, они начинают вас приближать к Кришне. И проблема в сознании Кришны такова, что Кришна дает столько много всяких вещей Своим предам, чтобы они могли служить Ему. Но когда преды начинает думать, что это Мои хорошие качества, начинает проявляться гордость. И как только появляется гордость, человек не может повторять Харе Кришну. Ему становится трудно повторять. Потому что Господь не проявится в сердце человека, у которого есть материальная гордость. А есть духовная гордость? Да, есть. Я горжусь тем, что так или иначе я являюсь другой у Господа. Я горжусь тем, что у меня замечательный духовный учитель. Я удачлив, потому что у меня есть возможность общаться со столь многими замечательными преднами. Это такая духовная гордость, и это нормально. Потому что это не касается вас. Это все связано с милостью Кришны. Духовная гордость принимается, но не материальная. И слово гордость, оно на санскрите, значит мада. И мада есть еще другое значение этого слова. Значит сумасшедствие. И поэтому гордость и сумасшедствие это то же самое. Потому что это недостатки. Я знаю, что здесь все очень любят задавать вопросы. И я могу говорить еще о Господе Чайтане. Но тогда у нас не будет времени на вопросы. И мой любимый задавальщик вопросов уже поднял руку. Он хочет микрофон. Махарадж, спасибо большое за это. Слушать вашу сладкую голосу как медитация на своем. Чайтане очень сладкую. Я благодарил Махараджу за то, что его сладкий голос рассказывает Лилу. Это прям как целая медитация. И Махарадж говорит, что Господь Чайтане очень сладкий. Дорогий Махарадж, я хотел спросить вам вопрос о лодче Чайтане и храмах. Потому что мы у нас этот храм, который скоро будет уничтожен. Этот храм? Да. И мы хотим купить новый храм. И это большинство. И это большинство. И уничтожен. Это будет 1 миллион долларов. 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 So, maybe you can tell us some Лила about Lord Чайтане and temples. Or maybe what Prabhupada told about temples. How to get 1 миллион долларов? Well, we're here for Lila. И я спрашиваю Махараджа, что... Ну, этот... Он такой сладкий Лила рассказывает. И вот этот храм, в котором мы сидим, его скоро снесут. И поэтому у нас есть такой проект покупки нового храма. И община объединяется вокруг этого проекта. И проект потребует миллион долларов. И я спрашиваю про Лилы, какие-то господочитания, про храмы и правопады. Может быть, Махарадж может рассказать. Махарадж спрашивает, ну, как бы новый храм, ну, как бы его благословили, ачарии. Махарадж говорит, что если старшие преданные благословили, значит, есть благословение Господа. Так что храм уже построен. Храм уже построен на четвертом, в четвертом измерении. Сейчас надо его спустить в третье измерение. Вместе с инструкцией приходит сила исполнить эту инструкцию. Мне кажется, вам нужен больший храм. Я вижу там вдалеке людей вредных. И воскресенье очень переполнено. Просто работайте для этого. Молитесь. И вы должны понять одну вещь. Это проект для всех. Это проект для нескольких людей. Если все работают вместе и все каким-то образом помогают этому проекту, в том способе, которым они смогут как-то помогать ему, то храм будет построен очень быстро. Но если просто несколько людей тщательно пытаются это сделать, а все остальные смотрят, это займет очень много времени. И мы хотим, чтобы все это делали, потому что, если вы все что-то делаете, для этого вы становитесь частью этого. Каждому предному стоит спросить, что я могу сделать, чтобы этот храм состоялся. Я могу потратить немножко своего времени, я могу дать своих денег, я могу как-то послужить, чтобы этот проект произошел. И вы можете также спрашивать у старших, и они погрузят вас в служение. Если это проникнуто к духам сотрудничества, это так, так доставляют удовольствие Господу Кришне. Ничто не так не доставляет удовольствие Господу, когда он видит, что преданные вместе сотрудничают, чтобы завершить какой-то проект успешно. Может быть, сам Лила, Махараджа. Сам Лила, про темпы. Лорд Читания, темпы, может быть, сама за Лила. Лорд Читания путешествовал по Вишной Индии. Господь Читания путешествовал по Вишной Индии. Он посетил столько разных храмов. Там были храмы Вишну, храмы Шивы. Самые разные храмы. Это все описано в Читании Читания. Когда он ходил в Северном Индии, когда он исчезал Джаганатпури, он прошел все поездки туда, И вот он за шесть лет, он с одной стороны поднялся так вот вверх, потом опять спустился, потом с другой стороны зашел, и так он обошел весь континент. И там есть храмы, в которых есть отпечатки стоп Господа Читания прямо в храмы, в храмы Вишни. И затем, после этого, Бхакти Сидданта Сарасвати отправился в эти храмы, и он установил храмы Господа Читания в 29 разных храмах. В различных храмах он установил отпечатки стоп Господа Читания. В храме Падманабхи в Кироле, это замечательный храм, там есть отпечатки стоп Господа Читания. Он посетил многие храмы и проводил там киртаны, но он уходил с места в место. Как говорится, что Господь Читания, он сделал, сознающим Кришну, весь континент Индии. Он сказал, кого бы они не встречали, те тоже начинали повторять святые имена, и потом эти люди, кого бы они не встречали, те тоже начинали повторять святые имена. И вот никто не убежал от Господа Читания, когда он там был. Он всех захватил. Мы знаем, что Господь Читания пришла в настроение Шимачат Харани, она очень милосердная, и как она проявляется милосердно в детских играх Господа Горанги? Как она проявляется? Как она проявляется? Вы знаете, что в учитаниях он пришел в муту в Шимачат Харани, и как она проявлялась? Как она проявлялась? Она не проявлялась в этих играх. Она не проявлялась. Она потом проявилась. Но она до какой-то момент времени не проявлял это настроение. Она была там, но не проявлена. Хорошая попытка. Она потом проявлялась. Она потом проявлялась. Да, пожалуйста. Когда тебя преднанные не понимают или тебе кажется, что тебя не понимают, да? Как объяснить? Ага. Иногда доводцы не понимают тебя, или иногда ты чувствуешь, что они не понимают тебя. И что делать в этих случаях? Когда они не понимают тебя, или когда ты чувствуешь, что они не понимают тебя? Я просто душа, у которой хороший, хороший намерение Господь сделать так, чтобы меня никто неправильно не понимал. Да, отвечает. Это всегда происходит. На правую и налево. Непонимание — это та вещь, которая создает проблему, в которой нет никакой проблемы, кроме того, что вас неправильно поняли. Рассказали мы историю о том, как кто-то кого-то неправильно понял? Там вот это был Прабхупада. И в храм пришел очень важный гость. И в храм пришел очень важный гость. И туда пришел один преданный, и Прабхупада попросил ему, иди и принеси Махапрасадку. И этот молодой парень пошел в Пуджарскую и попросил Пуджари Махапрасадку. И Пуджари сказал, что сейчас как раз проходит подношение, и подожди, пока оно закончится на алтаре. И этот мальчик, он вернулся к Прабхупаде и сказал, что сейчас Прабхупада пока нету, но Господь кушает, и через какое-то время Прабхупада появится. И Прабхупада сказал, что нет, иди и принеси прямо сейчас. И мальчик вернулся туда, и в этот момент Пуджари читал Гайдри. И преданный пошел прямо на алтарь, прямо с алтаря взял Прабхупада и начал выходить. И представьте себе, что почувствовал Пуджари. Он не закончил свой Гайатри. И он пошел за преданным, и вместе они ввалились в кому-то, что Прабхупады. И кто был прав? Прабхупада был неправ? Мальчик был неправ, что полез на алтарь? Пуджари был неправ? Никто не был неправ. Непонимание. Это происходит направо и налево. Моя дорогая жена, ты меня просто не понимаешь. Мой дорогой муж, ты меня просто не понимаешь. Как только вы создаете семью, сразу появляется столько много непониманий. И поэтому эта игра стоп, не знаю как, не погружайтесь в это, поднимитесь над этим буквально. Так что жизнь такова. Всегда будет непонимание. Как есть разные культуры, и в разных людях из разной культуры становятся преднами Кришны. И сейчас все получают санскритские имена. И разные эти санскритские слова имеют разные значения на других языках. Есть такая проблема здесь, да? Я проповедую в Словакии, в Хорватии. Они говорят на хорватском языке. И когда я даю им инициацию, они дают мне список имен, которые нельзя использовать. Потому что у них совсем другие значения. Но так или иначе это происходит иногда, и они получают такое имя. Как на хорватском языке слово «врата». Врата значит дверь. А если вы получите имя Рупа Госвами, Рупа значит дырка. Если вам дадут имя Радха Канта, Канта значит мусорная картина. И это проблема. Непонимание. Один духовный учитель давал просвещение своему испанскому ученику. И это было имя, то есть название одной планеты. Называется какая-то там Лока. И сказал, твое имя это Лока. Но Лока в испанском значит сумасшедший. Твое имя Бхакти Крэзи. Сумасшедший. Она начала плакать просто от ученицы. Это не были слезы счастья. И тогда он поменял ее имя. Он не знал просто. Есть очень много таких непониманий, недоразумений. Требуем еще пример. Один вредный в Нью-Врин-Даване в 1972 году. Сказал Прабхупаде, когда тот давал даршан. Он сказал, мой дорогой Свами-Джи. У меня есть друзья, и я говорил о вас своим друзьям. И они спросили, а есть у вас фотография вашего учителя? Я показал им одну фотографию вашу. И они сказали, о, ваш учитель выглядит таким грустным. И я сказал им, да, он грустный, потому что в этом мире есть рождение, смерть, старость и болезнь. И Прабхупада спросил, а покажи мне эту фотографию? У него была она с тобой, показал ему ее. Это фотография, когда Прабхупада принял саньясы. Вот так вот он сидит. Вот так. И Прабхупа сказал, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Неправильное понимание. Столько много проблем из-за этого неправильного понимания. Это мир, в котором мы живем. Он таков. Пытайтесь как это все терпеть. Можно погромче здесь, просто шуми-то так столько. Можно ли больше поговорить о дружбе уже? Он, что Махарадж говорил, что там были хорошие отношения в Невриндавнице над Махараджем. И как она развивается, как развивается, за счет чего развивается дружба? Можно ли поговорить больше о дружбе? Вы говорили, что в Невриндавнице у нас очень хорошая отношения с Ренат Махараджем. И что помогает дружбе? Ну, это естественно, что у преданных должны быть друзья. Друзья среди преданных. Мы дружим с равными нам. Дружба значит дериться друг с другом и созданием Кришны, говорить друг другу о сознании Кришны, открывать свое сердце. Вредные — это люди. И мы тоже хотим, чтобы у нас были друзья. Госвами имели очень близкое отношение между собой. Одна из рас в духовном мире — это дружба с Кришной. И у преданных есть друзья. Если вы находите кого-то, у которого похожие интересы и похожая природа, то вы становитесь с ним другом. Преданный — они дружелюбно относится к каждому, но только с некоторыми людьми они дружат. Потому что мы дружим с теми людьми, кому нравится то же самое, что и нам, и у кого такая же природа, как у нас. Это естественно. И поэтому вы можете попытаться найти кого-то, кто может стать вашим другом, чтобы вы делились с ним сознанием Кришны. Это рекомендуется. Это рекомендуется. Дружелюбно относится ко всем. Это целая длинная история. Я видел его всего две-три недели назад. Мы вместе с ним проводили программу в Чикаго. Мы присоединились в одно и то же время. Он присоединился до меня. И мы вместе были в Брахмачаре и в Брахмачаре Ашраме. И в какой-то момент мы делали дворец для Ашри Брупады. И преданные, которые жили в Ашраме, там довольно далеко надо было идти, чтобы прийти на место, где проходила стройка. И вот чтобы заботиться о божествах, у нас было трое человек. Пуджари, повар и тот, кто рубил дрова. Потому что в те времена мы готовили на дровах, у не было газа. И вот мы в течение дня все втроем оставались в Ашраме, а остальные преданные выходили на работу. Радхнат Свами был Пуджари. Я был поваром. И там был еще один, и вот мы втроем поддерживали Ашрам целый день. И все мы были брахмачарей. Не было женщин. Женщин не пускали. Там была такая надпись «Женщин, нету входа». На самом деле это было просто… там не было. Но это было только для брахмачарей, потому что там везде был лес, и чтобы туда прийти надо было две мили пройти. Это было изолированное место. И вот надо было идти по холмам, переходить через реки, чтобы туда прийти. И так как нас было только трое, мы подружились. Вы читали его книгу «Путешествие домой»? Да, я слышал половину этих историй даже до того, как эта книга вышла. Потому что он рассказывал мне все эти истории, когда мы с ним общались. Где третий? Где третий? Там были разные деревья, но там был один, который был в основном там. Я не знаю, где он сейчас. Мы сейчас тратили связь с ним. Не помню. Там был один Хари… Как его название? Хари или что-то. Я не помню. Но он всегда был внаружи, просто выкладывая воду и выкладывая воду весь день. И я и Мадрадж работали, мы просто занимались в ашрам. Это все. Ну вот он тоже был немножко так вот снаружи, он постоянно приносил дрова, рубил дрова, но мы с Махаражем постоянно находились внутри ашрама. Это была простая жизнь. Никаких газет. Никаких телефонов. Никаких денег. Никаких девушек. Никаких девушек. Никаких необычек. Ничек%. Никакихosta так же удовлетворhi. Ты что-то ноль. Х Brett goes. Только Кришны, ничего другого. Простая жизнь. Простая жизнь. Да, Матаджи. Да, Матаджи. Расскажите, пожалуйста, как через духовного учителя проявляется Кришна? Как Кришна манифестит через его наставления? Он говорит то же самое, что Кришна хотел бы, чтобы мы делали. Если духовный учител ему что-то говорит, это исходит от Кришны. Духовный учитель – это внешнее проявление Кришны. А сверхдуша – это Кришна внутри. Итак, Кришна в вашем сердце. Он постоянно вам говорит, что вам надо делать. Но вы не можете его слышать. И поэтому он приходит в облике духовного учителя, чтобы сказать вам то же самое. Итак, что вам нужно знать, это вам говорит духовный учитель от имени Кришны. Это ваш гид. Он подобен отцу. Можно говорить, что духовный учитель подобен отцу. Отец беспокоится, чтобы его дети получили все, что им надо, чтобы они хорошо росли и были счастливы. Итак, Кришна заботится о вас через духовного учителя. И также через других преддах. Но в основном через духовного учителя. Хорошо? Итак, у вас много отцов. Хорошо. Хорошо? Да? Да. Маха-да? В одной из лекций говорили, что не надо принимать сознание Кришны только тогда, из-за того, что вы расчаровались. Как это объяснить? Да? Как это понять? В одной из лекций, я слышал, что мы должны принимать сознание Кришну только потому, что мы должны быть запоминаны. Мы должны не принимать сознание Кришну только потому, что мы должны запоминаны. Вы никогда не расчаруетесь Кришну повсюду. Кришна — ваша мать, Кришна — ваш отец, Кришна — сокровище вашей жизни. Кришна — везде. Это все, что вам нужно. И тогда вы никогда не расчаруетесь. Потому что Кришна — это все в одном месте. Кришна — это все, вы от него не убежите. Как это стол? Сделан из дерева. Откуда произошло дерево? От дерева. Откуда произошло дерево? Господь Брама. А откуда взял ингредиенты Браму, чтобы сделал дерево? Сделать дерево. От Кришны. Все — это Кришна или энергия Кришны. От Кришны вам не убежать. Ваше тело создано из элементов. Ваша душа принадлежит Кришне. Кришна везде. Он внутри и снаружи. Куда бы вы ни посмотрели, это Кришна. Или Его энергия. Ничего другого. И вы тогда никогда не расчаруетесь. Потому что вы приходите к истине. Вот это истина. Поэтому мы говорим, что Кришна — это абсолютная истина. Он — это Ишвара в Парамах Кришнах, изначальный Господь, от Которого все исходит. Ишвара Парама Кришна, сачит-ананда-виграха, анадир-адир-говинда, сарва-карна-карна, сарва-карна-карна. He's the cause of all causes. He's the remote cause. He's the immediate cause. He's the cause that makes all other causes happen. There's nothing that moves without Krishna's sanction. Everything belongs to him. Everything is in him. He is within everything. He is outside of everything. He is the supreme source of everything. He is the only object of devotion. Nothing can work without Krishna. Кришна — это непосредственная причина, вещественная причина. Он внутри всего, он вне всего. Нет ничего помимо него. Он источник нашей преданности. И вы — нет ничего, кроме Господа Кришны. Отвечает это вопрос? Если у вас есть такая вера, это проще. Как в сознании мои вази отделяют дживу от Кришны? Как они делают? Они не делают. Нет. 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 Это значит, когда мы поймем, что Шри Пруппада — он нервишешешу шуньеваде. Он освободил мир от нервишешешу шуньеваде. Хорошо. What does it mean that when we chant пранам-матрата Шри Пруппада — нервишешешу шуньеваде пасчетяте шутерне, that Шри Пруппада — he freed whole world from нервишешеша philosophy and майваде. What does it mean? Нервишеша philosophy and майваде. Нервишеша means voidism. Нервишеша значит это философия пустоты. В основном это философия буддистов и майваде. Буддисты говорят, что все — ноль, и вы станете ничем. Майваде говорит, что все — майя, а вы — Бог. Нервишеша. А шуньеваде — это буддизм. И чтобы разрушить эти философские концепции, что все — это и есть Бог, и то, что абсолютно истинно — это просто пустота, это ничто. Философия буддизма — она неполна. Философия майваде — она неправильна, потому что джива — это не Бог, она частичка Бога. Прабхупада ввела эту мантру про нам после того, как некоторые люди в Искон начали проповедовать, что Прабхупада — это Бог. Некоторые старшие преданные нашего движения начали говорить, что Прабхупада на самом деле — это Бог. Он не говорит нам о том, что Он Бог, но мы тут знаем, что Он Бог. Это было в 70-м году, когда нашему движению было всего 4 года. Прабхупада. Прабхупада, чтобы утвердить истину, какой она есть, Он ввел эту мантру намасте сарасвате деве, что Он слуга сарасвати, своего духовного учителя. Он приходит в западный мир чтобы учить послание Господа Считания. И для того, чтобы Он приходит, чтобы разрушить неправильные философии Майавады и философии пустоты. И Прабхупада так вот ввел эту мантру. Это был его ответ на утверждение его учеников, которые говорили, что Он Бог. Майавады повсюду. Майавады повсюду. Майавады повсюду ездят и проповедуют эти вещи. Живое существо, оно божественное, но оно не является верховным Господом. Они берут индивидуальную душу и считают, что эта душа является верховной душой. И что нет верховной личности Бога. Все души вместе собравшись, они создают абсолютную истину, потому что они являются Богом. Вы Бог, я Бог. Собака тоже Бог. Агент КГБ тоже Бог. Все Боги. Если все Боги, то почему у Бога столько проблем? Если все Боги, то почему у Бога столько много проблем? Они говорят, ну, это просто Лила Бога. И тогда вы пинаете в голову и говорите, это часть твоей Лилы. Правопады говорят, что мой ботинок тебе в голову, это твоя Лила. И мистеру Богу надо идти к стоматологу, чтобы вылечить свои выбитые зубы. Это довольно распространено. Однажды мы отправились на Кумхамелу. Знаете, там обычно это время очень холодно. Один из наших саньяси стоял рядом с саньяси Майавади. И Майавади говорил, что все едино. И если все едино, тогда у меня есть одеяло, у тебя есть одеяло, все равно все едино. И преданный, что он сделал, он взял маленькую такую ниточку со своего одеяла и дал ему эту ниточку и сказал, что согревайся этой ниточкой. Так как одеяло, оно едино, и ниточка от этого одеяла это едино. Поэтому давай согревайся одной этой ниточкой. Вот так вот на практике проявляется философия единства. Я не слышу просто громче чуть-чуть. Есть предсказания о том, что четыре санпродаи, которые есть сейчас, садится в одну санпродаю, и это будет санпродай господочитание. Они могли бы об этом рассказать подробнее. Есть предсказания о том, что четыре санпродаи будут быть united under the guidance of чтанья санпродаи. Can you please explain more about that? Well, Bhaktisiddhanta Saraswati established that Chaitanya Math in Navadu. And there he has the leaders of the four-some-pродayas. They all have the absolute truth, but not incomplete. Итак, Bhaktisiddhanta Saraswati, он в Майя-пуре, он установил в Читании Мадхи, в своем храме, как изображение четырех лидеров ващинавских санпродаи. И также то же самое сделал он в Жагна-тхапуре в доме Бхаксианта Гора. То есть эти четыре санпродаи — это все авторитетные санпродаи, но знаний, которые они передают в каждой из них, оно не полно. Chaitanya Mahaprabhu has the complete philosophy Achintya Beda-Beda-Tattva, Beda-Abed. That means the absolute truth is one, but at the same time different. It means that the absolute truth is one, and at the same time different. different philosophies, but it's all amalgamated and consolidated in the philosophy that the absolute truth is one, but at the same time not one. So, we see, you know, as time goes on, Lord Chaitanya is moving, spreading more and more. So, we see, you know, as time goes on, Lord Chaitanya is moving, spreading и распространяется все больше и больше. I was in South India. This was back in 2006. I was in South India. This was back in 2006. And the leader of the Shri Sampardaya, one of the acharyas in the line of Ramanujacharya, he was glorifying Lord Chaitanya, and he was glorifying the chanting of the holy names of the Lord. And he said, actually, Lord Chaitanya's movement has the ability to unite all the different Sampardayas. This is coming from the leader of the Shri Sampardaya. And the Madhva Sampardaya, the leaders of the Lord Chaitanya, the Madhva Sampardaya also are glorifying Lord Chaitanya's movement. And one of the leaders of Madhva Sampardaya, he also presented the meaning of the God of the Shri Sampardaya. Pedro Ramatswamy, he is the leader of the Madhva Sampardaya out of Udhupi. He was just recently with us on Yatra in Udhupi. We had our own Yatra there with all the devotees from Chaupati, and he came and spoke. He glorifies, you know, Lord Chaitanya's movement. And one of the leaders of Udhupi, Madhva Sampardaya, Madhva Sampardaya, Petyavara Madhva Sampardaya, Swamiji. He performed the movement of the God of the Shri Sampardaya. We were there. He performed there and performed the movement of the God of the Shri Sampardaya. These leaders, they are not envious. They recognize Lord Chaitanya's movement. Especially chanting the holy names. In addition to the repetition of the holy names. Okay. . 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 Вот так все весело заканчивается, как и Господь Читаний, и как нам правильным образом понять вот эту несерьезность этого мира, а как с ним вот так играться, если он может быть так серьезен, прямо, да, и в то же самое время ошибки с этим материальным миром похожи на то, что это не простое. Господь Читаний, когда Он провел Детские игры, Он показывал, что этот мир, он несерьезен, он не стоит того, чтобы не обращать внимания. С другой стороны, если мы не понимаем опасности материального мира, это может для нас плачевно закончиться. И как нам быть, с одной стороны, не принимать всерьез этот мир, и с другой стороны, как бы быть осторожным, да? Это не то, что мы просто все отвергаем. Мы понимаем, что с духовной точки зрения это все иллюзия, но мы понимаем, что это энергия Кришны. Поэтому используйте энергию Кришны в служении Кришне. Это юкта-вайраги, это значит задействовать вещи этого мира в служении Господу, и это бхакти. Иногда, you know, Prabhupada would say, there's one yogi, you give him money, he says, oh, no, 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 I cannot touch, money is dirty, oh, it's material. Prabhupada, однажды, там, в фотографии одного йоги, ему давали деньги, и он говорил, нет, денег не буду касаться, это все материальное, материальное, не надо, не надо. И Prabhupada говорит, дайте мне эти деньги, я их приму и использую в служении Кришны, использую, чтобы распространять сознание Кришны. Кто-то говорит, что это плохо, а вот он говорит, что я могу это задействовать в служении Кришны. И человек, обладающий знанием, он знает, как все задействовать в служении Кришны. Да, мы должны быть осторожны, это опасно. Падам, 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 я, фи, падам, опасность на каждом шагу. Это стих из Бхагвата, что материальный мир — это опасное место. И не остывайте с ним. Попытайтесь вырваться из него и забрать с собой как можно больше людей. Но предные они не в материальном мире, потому что они заняты в служении Кришны. Спасибо. 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 Я использую кроатский. Вот так вот говорится обычно на хорватском языке. О, еще не закончилось. Here comes Jaya and Vijaya. Там стоит Jaya and Vijaya. Wow. It gets better every night. Hsill Machine僚иusswai Maharajare. Jaya. God. Shill Ukraparakaki. Jaya. Hyuga Avataraki. Jaya. Дорогие преданные, давайте поблагодарим Чандрама Алисвами Махараджа за прекрасное время, проведенное его в обществе, которое он уделил нам за свое нектарное общение. И мы поблагодарим, давайте так очень с энтузиазмом, трехкратным хариболом. Харибол! 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 И также давайте попросим Махараджу, чтобы он как можно скорее снова приехал к нам в Беларусь. Переведи. Преданные, давайте попросим этот Санчин Роман Махараджу, чтобы приехал как можно скорее. Харибол! 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 Это наш желание, чтобы увидеть вас снова, 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 снова. Очень скоро.